Я только что говорил с Дэми Лаваттой, которая пела гимны, сказал, что для 0-0 в боксе это были крутые 10 раундов. Скажи, какие у тебя впечатления? Да, очевидно, бой прошел немного не так, как я ожидал. Я думал, что Конор будет гонять его и в итоге чем-то поймает, хотя он и так хорошо попадал. Он выглядел фантастически сегодня, и я им очень горжусь. А как думаешь, он сам гордится своим выступлением? Ты же с ним говорил. Нет, не гордится. Он очень разочарован себе, и он думал, что у него был реальный шанс выиграть этот поединок, и, знаешь, он думает, что бой остановили рановато, хотя по мне все было нормально. Он не профессиональный боксер, но он все равно вышел. Он побился с, возможно, величайшим боксером в истории, и он выглядел очень круто. Меня порадовали все 10 раундов. Как ты думаешь, что такое выступление говорит миру бокса? Потому что в боксе было много экспертов, которые говорили, что Конор даже не попадет ни разу по Флойду, и в итоге вот такой бой. Да, к примеру, Макс Келлерман и еще некоторые ребята. Я еще даже не говорил с Максом, но я поговорил со Стивеном Смитом, и он сказал, вау, да, ладно, он меня впечатлил, окей. И я уверен, что остальные эксперты думают точно так же. Конор Макгрегор сегодня вышел, и Флойду не удалось, как обычно, от него уклоняться. Конор попадал, и много попадал. Он бил ему по корпусу, и это в целом было крутое шоу. Как ты думаешь, если бы его кардио хватило, мог бы он одержать победу в итоге? Я думаю, если бы его кардио хватило, то в итоге бой прошел бы все 12 раундов. По счету шоу-тайма бой был равным к 10 раунду, но у судей было другое мнение. Ну и какое будущее теперь ждет Конора Макгрегора? Он сказал в ринге, что однозначно вернется в UFC, и он один из тех парней, которые после поражения рвутся к следующему поединку, так что что для него будет дальше? Я пока не знаю, я уже с ним достаточно много сегодня пообщался, но про бои мы пока не говорим. Но ты права, да, он действительно один из этих парней, который сразу рвется к следующему бою, но посмотрим. Фан...